Привет, ребята, у вас в мире с Анкуферей, сегодня вместе со своим папой. Привет, друзья, и сегодня будем играть в Майнкрафт, ну, точнее, продолжать наше с папой старенькое выживание. Давненько у нас его не было, а точнее, 4 месяца. 4 месяца, ребята, мы его не включали, а я сегодня включил, посмотрел, тут стоит наш зомби. Которого мы хотели воскресить, но у нас ничего не получилось, поэтому сегодня мы будем пробовать делать это еще раз. Я помню то, что в прошлой серии мы ему вроде бы кидали яблоко, а нужно яблоком на него нажимать, тогда он его съест и начнет вроде трансформироваться. Так, ты идеи показывай дальше, а я буду смотреть за этим зомбаком, потому что, ребята, была такая фигня, что первый зомби наш пропал куда-то? Да, он пропал, мы просто отошли от него, и он пропал. Отошли, и он просто исчез, поэтому теперь кто-нибудь, у нас всегда остается один человек, который всегда за ним наблюдает. Короче, вот это вот наши жители, которых мы натаскали еще в прошлой серии, мы сделали большой-большой забор, даже под водой, чтобы наши жители не сбегали. И теперь самое интересное и самое главное, мы построили еще несколько домиков, как вы видите, вон там он домик. А ты не сказал, для чего мы забор построили, мы его сделали для того, чтобы... Не сбегали жителей. Чтобы выпустить... Кого? Жителей из клетки. И они тут гуляли, чтобы они никуда не убегали. Короче, немножко поделал декорации, вот, к примеру, вот такую вот телегу, телегу, которую должен вести конь. Дальше попробовал сделать что-то вроде центрального рынка, вот такая вот тут оружие, тут зелье, короче, просто декорации, вот тут навесик, там, где можно посидеть, пообщаться. Ну и, в принципе, на этом все. Кстати, ребята, мы приволокли уже, наверное, сколько мы серий снимаем про создание деревни Майнкрафт? Не знаю, наверное, серий уже три-четыре. Да, три серии, наверное, уже снимаем, создание деревни Майнкрафт. И получается, первого жителя мы приволокли, он убежал. Он сразу убежал. Убежал. Потом еще приволокли, он еще Артем вроде бы проверить хотел. И вот этих мы не выпускаем, мы их на тележке троем привезли. И сейчас мы, наверное, давай сначала сделаем зомби. Да, чтобы он, ну, не поубивал наших жизней. Хорошо, отходи, чтобы тебе слабость не накинулась. Ой, стойкая плема. А может, яблоко сначала или как? Не, наоборот. Ему нужно сначала эту самую закинуть. Оп. Все, от него идут эти штучки. Подожди, он должен что-то говорить. Все, он съел яблоко, видишь, он трясется. Его это, от него теперь красные штучки. Да? И что? Он то есть съел, он выпил вот это вот делие слабости, оно его ослабило. То есть он не может себя контролировать. И мы ему яблоко в рот засунули. И от этого яблока он сейчас переделается. Видишь, как его трясет? Кто он так трястись будет? Ай, не знаю. А прошлый раз расскажи, как в прошлый раз. Кому лень будет смотреть видео, расскажи. Да, короче, в прошлый раз мы просто ему закинули. Я просто смотрел тогда чела, как воскресить. А он, оказывается, с модом был. Когда, то есть, ты вещи ложь, они сами подбираются и сами используются. Ну, вот он яблоко кинул, он его сам съел. И, короче, а я про этот мод еще тогда не знал. А, оказывается, нужно просто на него нажать, чтобы яблоко начало взаимодействовать. Вот и все. И долго он так будет колдовать? Я не знаю. Так, таймер сейчас поставим. Будем смотреть, сколько будет колдовать. Его еще трясе. Трясет красненьким. Подожди, а ты что каким-то голубеньким? А, это яблоко съел мне просто похилить. Кстати, друзья, я еще где-то видел, то, что если воскресить вот этого вот жителя, ну, вообще любого жителя из зомби, то он тебе будет сделать, типа, скидочки за это. То, что ты его спас. Так, ребята, он превратился в обычного жителя, без навыков, без профессий. Все, иди гуляй. О, он сразу же забрал профессию, он подошел к столу и стал лучником. Лучником, да, как был, так и стал. Что, скидки есть? Да, есть скидки. А мне скидок нет. О, папе скидок нету. Так, видишь, это, получается, твой личный человек. Да. Так, теперь давай как-то будем по одному выпускать жителя. Давай всех сразу. Нет, я хочу проследить, куда он пойдет. По одному, потому что мы сразу за всеми не сможем следить. Давай кого-нибудь выпускай, потом забор ставь. Так, тихо. Ай, не получилось. Ладно, не получилось. Так, смотрим за ними. А, домой! А, да, да, все побежали домой. Вот негодяи. Они предатели, предатели. У нас только один получается. Ага, а что? Никак. У нас даже подводный забор. Так, сейчас здесь станут и будут стоять. А вот ночь придет, куда вы пойдете? Кроватем пойдете. Ребята, я когда-то видел, что житель просто забор стоит, житель идет, через забор прыг и побежал. Я вообще... Через забор? Через забор. Там даже калитки не было. Он просто взял через забор прыг и перебежал. Поэтому мы с Артемом договорились сделать вот такой вот высоченный забор и даже под водой, чтобы они... Ну как? А-а-а. Блин, хорошо, что мы все-таки построили. Это было бы как в прошлый раз, когда ты говорил, ну давай, это уже столько мало времени. Давай их отпустим, посмотрим, что они будут делать. А почему они навыки не теряли? Я не знаю. Они столько с нами тусовались и навыки не потеряли. А может их нужно тоже зомби заразить? И раскидать по разным этим самым домикам и в каждом из домиков их излечить по отдельности. Они там найдут себе профессию и будут тут работать, как с этим жителем. Вон он у нас по дому гуляет и не выходит никуда. Ну все, отлично. Это начало, начало. Это первый житель нашей деревни. Так, ну я этих думаю, если даже они профессию не поменяют, будут так стоять ночью, их укусит какая-нибудь зомбака, заразит их или как-то происходит, я не знаю. И мы их потом воскресим. Давай сделаем просто аквариум с экзотическими рыбками посреди деревни. О, давай. Давай. Кстати, ребят, смотрите, сколько за нашей серии, вот последний раз, когда мы снимали, смотри, сколько у нас 64, 64, сколько стаков у нас. Кобздец, сколько стаков у нас с сахарного тростника. Это все добывается само, ничего мы не подкидываем. Вот, смотрите, как оно, а вы не увидите. Это долго, короче, ждать, оно просто срубает вот эти вот поршня все, и все нормально. Все, я вот эти вот крутия ломаю, которые мы тут наворотили. Я, наверное, и кровати здесь сломаю, давай. На улице. Пускай ищут в домах кровать. А, да, да, пускай, реально. Ничего не влезает. Ничего не влезает. У тебя точно так же? У меня? Это ты выкинул. Плюс-минус. О, смотри, идут. 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 А тут вы не пройдете. Ты сделал все, попросли? Ага, посмотри. Да ему повезло. Ищите себе другое место. О, он у нас зорочки пустил эти, как его. Все, первый спит. Первый спит. Остальные два, ты следишь за ними? Как мне его затолкать в этот проход? А на второй этаж забрался? Ну. Два спят, один у тебя. И, кстати, ребята, кто не смотрел серию, один житель вот сюда вот прыгнул, прыгнул, прыгнул и к курям и сдох. Я не знаю, какой, но какой-то из них сдох. Поэтому смотрите, что мы сделали. Чтобы они вот так вот не делали. Потому что они как дурные курочки. Берут туда и брык, и падают, и умирают. Может, давай я тебе помогу вытолкнуть его? Помогай. А то сейчас ночь наступит. А он не может спать или что? Или ты его не пускаешь спать? Не пускаю. Эээ, ушел. Давай сломаем кровати свои. Я его на поводок просто возьму. Все, я сломал кровать, и что он будет делать? А все, спать-то негде. Все, все, дуй отсюда. Дуй отсюда к себе в дом. Так он не выйдет. Выйдет, выйдет. Все, все, ложи. И он теперь сюда не зайдет. Став кровати. Все, пошел искать. Все, домой. Да столько кровати. Чуть самый такой дерзкий житель. Да, вот интересно. Вот смотри. Стоять так и в окно смотреть, как мы спим. Да. Ты дурашка, дурашка. Точно в зомби превратишься? Тебе... О, он пошел куда-то. Пошел, следим. Ну и куда он? Ты поставил кровать, и он назад идет. Русь в кровати. Русь, русь. Так там уже один наш спит. А откуда он взялся? А, это наш, который мы... Нам надо спать. Мы с тобой уже сто лет не спим. Ой, да. Все, я сплю. А я пойду в другой домик. Вот сюда вот. Все, на серой кровати. Все, мы спим. Интересно, будут они опять стоять около... Будут в угол. Думаешь, опять в угол тут встанут и будут стоять, плавать? О, я сейчас еще одного выгоню. Ура, сарик. Горят, горят гады. Ай, да почему? Как он зашел? Все, домой. Кстати, ребята, это Майнкрафт 1.19.2. Да. Кто не знает, кто спрашивает. Тут, кстати, вышел какой-то новый моб. Смотрите, какой торговый центр я тут построил. Смотрите, вот это штучки. Это типа столы такие. Вот тут тоже столы, тут тоже столы, тут серединный стол и тут столы. Дальше заходим. И тут у нас стоит все самое важное для оружейника. Это металл, с которого делают оружие. Ну и наковальня. Ну и вот такие вот подсвечники, чтобы было всегда ярко. Вот здесь вот бабка-ежка печет свои зелья. Тут зачаровальня, зельеварка и книги, в которых заклинания для зелья написаны. Ну и вот такие вот какие-то странные флаги. Они просто украшают, потому что без них было бы как-то скучно. Ну и вот здесь вот ресурсы. Все. Ну вот это вот такое место для легкого перекуса. Смотри, смотри, смотри. Что? Чувак, иди сюда. Иди, батон дам. Я хотел размножение только что устроить. Чтобы они полюбили друг дружку и сделали тут кучу детей. Они разве едят? Посмотри, им просто надо кинуть, он подберет. Эй, куда пошел? Ай, блин, забыл как кидать. О, нет. На Йо. На Йо. 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 Йоми. Взял батон. Теперь ему надо скинуть батон. Этот, наверное, все-таки дикий. Потому что, да, он какой-то... Подожди, все там стоят. А, нет, там двое стоят. И третий к нему идет. Где третий идет? Не, он тут просто стоит. У них тут собрание, может, они здесь будут размножаться. Они обычно около рынка размножаются, когда им батоны подкидываешь. 20 сенов скинул. Ну, подбирайтесь. Совсем, совсем не хотят работать. Лентяюги еще те. Это печально. Вот, батон забирает, смотрите, ребята. Вот, да, батон забирает, батон пропадает. А вот этот все потерял. Потерял, смотри. Он потерял смысл жизни. Все. У него нет профессии. Короче. Его, значит, нужно заводить в этот самый. Когда он в таком состоянии, это значит, он все. Он уже потерял смысл жизни. Ему ничего здесь в другом месте не притягивает, не держит. Сейчас попробую до дома затолкать. До какого-нибудь. А этот смотрит, а что ты с ним делаешь? Самое интересное, что когда они сидели за решеткой, сколько они долго сидели. Дофига сидели. То они там не теряли профессию. О, все. О, любовь. Любовь. Там тройная любовь или что? Нет, кажется. А что, они там деньги какие-то или молнии? Молнии какие-то. Дружат, дружат. Потом взлятся, дружат, дружат. Да, да, да. Подкинь-ка им батона или что-нибудь. Подкинь-ка. Эй, что ты им солому кидаешь? Я им ничего на меч выкинул. Они мой меч Назеритовый забрали. Зачарованный. Все, теперь ты будешь бегать с алмазным. Там где-то наверху алмазный валялся. А, он вернулся. Я его где-то подобрал все-таки. А, значит, он просто в текстуре у них в копе застрял. Давай я послежу, а ты иди куда-нибудь в деревню что-нибудь для них сделай. Ты там двери пооткрываешь, чтобы они бежали. О, тут, кстати, столбититы эти растут. Да? Смотри, это всю воду туда усосет. Так, иди открывай двери, а я буду за ними наблюдать. Потому что, ребята, если за ними не наблюдаешь, то они могут исчезнуть. Ого, 13 кусочков железа в одной залежи. Это мировой рекорд. Я их буду в ноги толкать, и они такие, а, а, что? Что, как ты нас толкаешь? На тебе курочки. Курочки. Курочка полезнее, чем... Покажи, как курица тонет. Кинь курицу. Посмотри. Вглубь именно, вглубь. Буль? Да ты ее недалеко кинь. Не, она у тебя медленно. Смотри, смотри, смотри еще раз. Ну, она медленно. А посмотри, как яблоко у меня летит. Бэмс. И все, оно же золотое. Все, все, пошел. Пошел, наверное, готовиться ко сну первой. Ты следи за другими. Я пошел этого проведу, а ты следи за другими. Я тоже хочу. Нет, ты следи за своими. Так, о, все, получил профессию у нас музыкант. Да почему у нас дома? Инструментальщик, новичок. Он не здесь, не дома получил. Он получил вот здесь вот. Так это возле дома. Что-то думает, пойдет к нам спать? Да. Так, а здесь следующее. Ты опять бросил их всех. Сейчас они в зомбаков превратятся, и мы не заметим. Так, вдвоем сидят, колдуют. Один у дорогого спрашивает, а ты где профессию получил? Он говорит, я в деревне сидел. Меня оттуда украли. Друзья, у нас уже идет 226-й день. Это пипец. Одна сутка в Майнкрафте идет 12 минут. 12 умножить на 200 там плюс-минус. Это 200. Они не собираются спать. А другие, мне кажется, уже давно дрыхнут. Мы в этом мире наиграли почти 100 часов. Онлайна. 100 часов. 100 часов онлайн. Капец. Прикинь, это как 5 дней подряд сидеть играть. Ой, не 5 дней, 4 с чем-то дня сидеть просто играть. Я, наверное, опять сломаю нашу кровать, потому что опять здесь стоит, молится этот чувак, который недавно только профессию заимел. Пускай дует куда-нибудь в другое место и там спит. И все время ходит туда. Сейчас я его еще и подтолкну. Иди. Все, ты наказан. Ой, а где те? Они все-таки каждый раз стремятся спать рядом со своим рабочим инструментом. А эти стоят, разговаривают. Один законопослушный человек спит как положено. А их же всего 4 было. Блин, пока не усыпим, мы не успокоимся. О, кстати, пусть он в кузницу идет. Там как раз у него инструмент. Э-э-э! Передумал просто будет жителем. Ай, блин. Ладно, пошли спать. Чик. А то опять все черти полетят. Все, го, спать. Нет, а если несколько дней не спишь, то они летят. Пускай делают, что хотят. И новый день наступил. Так, где те засранцы? Ой. А мы сдохли. Или они в зомбаки горят? Нифига, стоит один. Он стал фермером. У нас там фермер появился? Да. Это будет интересно. Да, он стал фермером. У нас там три уже их или как? Да. Так, один. Отлично. А третий где? Тут, тут, за этим. Вот. О, все. Третий, третий. Ребята, у нас остался один неприспособленный. Кстати, смотрите, пчелы перестали летать здесь в улей. Артем сюда улей принес, а они перестали летать. Они сдохли. А может мне удочку сделать? Удочкой его брать и на удочке его везти. А у меня есть удочка. О, дай мне. Только она на удачу, смотри, ее не погиб. Да хорошо, ты где? Все, я скинул, вон. Ты пробежал мне. Чик. Домой. Оп. Оп. Да он не хочет, она не тянется. Не тянется. Я хочу сделать кучу батона и чтобы... О, так он на твоей земле тут работает. Все, я отпускаю эту. Кого? Пусть вода потечет. Тут уже все сделалось. Да? Сейчас он смоется вместе. Уху! Все, закрывай, пока не убежал. Все, пускай сажает сам. Посмотрим, что там у него есть. Ничего. Все, пускай работает. Работает, черт. Он там запылесосил себе целую кучу. Тебе батон? Ой, курица. Кого я курицу карму? Тебе курица? Да, что там у остальных? И тебе. Да господи. А что-то никого нигде нету. Ты батаноед, все мои батоны сожрал. Эй, привет, чувак! Чувак, привет! Гуриц бутон! Они почему-то хотят вот сюда вот что-то делать. Давай им вот сюда вот доступ дадим. Нет! Ну, тогда вынеси вот этот вот, а то они... Повыноси эти все вещи на улицу, потому что... Хорошо! Потому что из-за них они тусуются у нас дома. Выстави на улицу, пускай здесь тусуются. Так, курочки бегают. О, да, я убрал, он сразу ушел. О, а этот садит, чувачок. Я знаю. Отлично. Так, пойду все-таки дубик посаживаю где-нибудь на красивом месте. Вот здесь дубик не помешает. Дубик. Вот дубик. Кстати, для тех, кто не видел, давайте я вам покажу, как мы собираем опыт. У нас... У меня 58 опыта от тебя. Сколько? Смотрите. Оп, 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 оп. 61. Сколько у тебя? 58. А у меня 61. Смотрите, сколько у нас уже всяких костей. Ну, эта морковка сюда нечаянно от нас попала, наверное. Кто-то выложил. О, штаны золотые, поношенные. О, лимба моя. Кожаная куртка. Нам можно динамитар обить. А как сюда... Почему сюда не заходят продавцы, торгаши? Что? Торгаши чего сюда не заходят? Я же тебе говорю, делай обыкновенную торговлю. Так я же говорю, это для декора сделала. Я так и думал, что они тут не будут... Кстати, смотрите, какие у меня крутые стрелы. Они могут сразу три предмета прошивать. Смотрите, то есть крипер, зомби и зомби. Смотрите. Все. Троих одним выстрелом просто. Понимаете? Сейчас двоих этих. Вот. Видали? И вон где-то там мои стрелы лежат. О, у нас куча шкур. Я сейчас у священника поменяю шкуры на изовруды. Смотрите, у нас колхозник работает вовсю, не покладая рук. Каких шкур? Ну, этих. Так это плоть. А, точно! Эй, ты отбираешь мой бизнес. Ай, ладно, я упал. Давай ты тогда делай, а я что-нибудь другое придумаю. Но с этой плоти пять стаков с копейками. Пять стаков. Они все собрались около нашего дома, поэтому иди к нашему дому. О, привет, мужик! Все, переделался живо. О, все, переделался. За два золота он дает изумруд, а у нас очень много золота. О, сердечки, кидай им что-нибудь. Артем, батон им кидай. У них сердечки появились. Батон кидай. Нема! О, господи. О, на тебе. Нищеброд. Что ты им шкуру даешь? Да. О, ребенок! У нас в деревне появился первый ребенок. Красота. Только давай. Офигеть. Смотри, он уже наметился куда-то. Тебе надо срочно вырасти. Все, иди отсюда. О, до конца его прокачал. У него теперь можно пузырек с опытом покупать. Смотри. Смотри, смотри, смотри. Быстрей. Быстрей. Смотрю, смотри. Видишь? Смотри, смотри. О, и нам дали одну зенечку опыта. Покажи меня. А где мой шлем? Где мой нос? Ой, да у меня и штанов нет. Как так? Наверное, износились. Посмотри. У меня щит скоро сдохнет. Ну. Да, как детство. Это печально. Это печально. Но священника я прокачал на мастера. Да. Понимаешь, с нуля до мастера. Из грязи в князь. Все, ребеночек. Мы тебе разрешим даже жить у нас дома. Прыгать, скакать на кроватях, делать что хочешь. Ушел. Да все, пускай прыгает, а то еще к курям туда нырнет. Дурашка. Там же у него проход маленький. Он как курица, да проскачет, как цыпленок. Поэтому пускай стоит. О, прикол будет. Это не прикол, это будет обидно. А если поставить здесь сундук, поставить спереди, они будут плевать сундук? Нет, нет, нет. Они просто будут разбиваться об сундук. Об сундук. Давай проверяем всех наших жителей. Кто где? Да, они уже спят. Житель. Де мой нос. Так, все, здесь нету никого. Значит, все спят у нас подогон. Опять он здесь тусуется. Да сломай эту кровать и занеси священнику его священные... А ты знал то, что эти... Зеливарку. Зеливарку сломай и занеси к нему в дом. Так это тут ни при чем. Ну а где? Он профессию потеряет. Не потеряет он. Потеряет. Зеливарку домой. Пошли, выбирай дом. Где будешь спать? Да какого черта ты... О, в конюшне. В конюшню пошел. Не, он мечтает о наших хозяйских кроватях. Да. А если так я сделаю? Все, ты все равно мечтаешь о кровати. А если так? А ему пофиг. Он втыкает. А не, ушел. Ребенок сразу лег. Ребенка не обдуришь, короче. Он сюда пришел, а здесь уже занято. Ага, понятно. Поэтому тебе надо идти куда? Туда. Иди там зеливарку в пустом доме поставь. Там где-то где две кровати, иди ставь зеливарку. Да, вот сюда вот посередине ставь. Он будет здесь и богу молиться, и коз доить, и корол пасти. Все положено. Кстати, у нас фермера нет. Вон у нас волосатые коровы стоят полностью. Козы, козы. Волосатые коровы. Ладно, все, ложимся спать. И начинаем новый день. А у коров нет волос? Есть у них шерсть. О, ребята, новый день начался. Начался. И, наверное, в этом видео мы сделали все, что хотели. Если чего-то не хватает, пишите обязательно в комментариях. Так, давай проверим наших зрителей. Пересчитаем. Пересчитаем. Короче, четыре. Один. Один. Поехали дальше. Это у нас инструментальщик. Дальше. И который не хочет сбегать. Два. Так, что здесь застыл? Три. Крадешь наше добро. Выбирайся. Четыре. А, подожди. А это не тот? А, это тот. Это тот. И вон малой там. И один дома на втором этаже. Молодежь, пора тебе уже большим становиться. Уже два дня прошло, как ты малыш. Вот скажи, как будто бы ты какая-то, не знаю, забегаловка. Ты вот так вот заходишь. Давайте мне поесть. Они тебя налажут, а ты тут садишься. И ням-ням-ням-ням-ням. Друзья, ну то мы, пожалуй, закончим. Обязательно пишите в комментариях, что нам еще можно сделать в нашей деревне. Что можно улучшить. Что можно добавить. Ну то мы, пожалуй, закончим. Не забывайте обязательно подписываться на канал. Пишите в комментариях, понравилась ли вам наша деревня. Мне обязательно нужно сделать штаны и шлем, потому что я в трусах и в сапогах бегаю. Ну то мы, пожалуй, закончим. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки. Всем пока!